МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Террористы обстреляли позиции сил АТО в районе Дьяково. Из градов был открыт огонь по блокпостам близ Стукаловой балки, Новоанновки, Степановки, Веселой горы, а также в районе аэропорта в Луганске. Ночью боевики напали на позиции силовиков вблизи поселка Кирово, Красного Яра, Степановки и Амвросиевки. В пресс-центре подчеркнули, что силы АТО обошлись без потерь. Служба безопасности и МВД Украины намерены увеличить количество своих агентов в рядах боевиков. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Герасченко. По его словам, наличие в среде террористов агентуры – самое эффективное средство борьбы с сепаратистами и бандформированиями. Герасченко также сообщил, что на всех военных заводах и других стратегических объектах было принято решение установить тревожную кнопку для вызова государственной охраны. Как ожидается, время реагирования бойцов после ее нажатия не будет превышать четырех минут. В Донецке в результате активных боевых действий за сутки погибли трое мирных жителей. Об этом сообщает пресс-служба Гурсовета. Эпицентром боевых действий оказались Петровские и Кировские районы. В результате артиллерийских обстрелов повреждено много жилых домов и инфраструктура. Также после попадания трех снарядов возник пожар на полигоне Петровской саночистки. Дежурные наряды ГОСЧС не смогли попасть к месту возгорания по причине обстрелов, вследствие чего пламя распространилось на тысячу квадратных метров. Рано утром пожарники уже приступили к ликвидации огня. В Луганске сохраняется критическая ситуация. Ночью в городе шли бои. В городе до сих пор нет света, воды и связи. Об этом сообщает Горсовет. Большинство магазинов по-прежнему закрыты, продуктов нет. Хлеб привозят и продают с лотков. На некоторых рынках есть работающие точки. В наличии в основном овощи, редко в продаже можно найти мясо. В городе также отсутствует топливо. Есть серьезные проблемы с вывозом мусора. Как сообщалось, в Луганске началась экологическая катастрофа. В Горловке за период артобстрелов погибли 33 жителя и 129 ранены. Об этом сообщает при службе Горсовета. Кроме того, серьезно повреждены объекты коммунальной инфраструктуры. В результате остановки работы фильтровальной станции номер один без воды остался Калининский район. В нескольких поселках отсутствует газовода и электроснабжение. В настоящее время все коммунальные предприятия работают в сокращенном напряженном режиме. И сегодня боевики взорвали пешеходный мост через канал, который связывает два района Горловки. По предварительным данным, таким образом террористы хотят затруднить наступление украинских военных. Есть вероятность, что может быть разрушен и параллельный автомобильный мост. Ранее в СНБО сообщили, что с начала проведения антитеррористической операции боевики разрушили 17 мостов на востоке страны. На освобожденных территориях украинские военные инженеры наводят понтонные переправы. Так, в районе Славянска уже соорудили два временных моста на месте полностью разрушенных террористами. Террористы на востоке Украины продолжают уничтожать инфраструктуру Донецкой железной дороги. Накануне танками они разрушили колею станции Булавин. Об этом сообщает пресс-служба Огрозалезницы. По ее данным, в течение последних двух недель испорчены пути и стрелочные переводы станции Доломит, Электрическая, имени Кашпарова, Никитовка, Торес, Луганск, Донецк и Горловка. На многих станциях повреждены контактные сети электрооборудования, а также отсутствует электроснабжение. Помимо этого пострадали железнодорожные пассажирские вокзалы Славянска, Красного Лимана и Рубежного. Президент Украины Петр Порошенко поддержал польскую акцию «Съешь яблоко на зло Путину». Об этом говорится на странице администрации президента Украины в Твиттере. Накануне глава государства во время встречи с польским политиком, депутатом Европарламента Павлом Ковалем, получил от политика «Польское яблоко». Напомню, с 1 августа в России польские овощи и фрукты под запретом. Якобы из-за нарушения сертификации. Однако в Варшаве считают такое решение политическими репрессиями Кремля в ответ на санкции Евросоюза. Реальная причина кризиса на Донбассе – это деятельность незаконных вооруженных банформирований, которых поддерживает Россия. Об этом заявил представитель Украины в ООН Александр Павличенко на заседании Совбез ООН. Экстренное заседание созвали по требованию Москвы, которое призвало направить на Донбасс российскую гуманитарную помощь. Александр Павличенко подчеркнул, что Украина полностью выполняет социальные обязательства перед жителями Донецкой и Луганской областей. И в стране нет гуманитарного кризиса. Посол Великобритании в ООН считает настоящим парадоксом, что Кремль сначала создает кризис, а потом цинично предлагает его обсудить. И это при том, что, по словам Павличенко, Россия продолжает обстреливать позиции украинской армии и наращивать войска на границе. На заседании Совбез ООН большинство стран-участниц поддержали Украину и указали на Россию, как на источник военного кризиса. И в очередной раз призвали боевиков разоружиться, а Кремль прекратить направлять оружие в Украину. За время АТО на Донбассе погибло 1367 человек, более 4000 ранены. Такие данные накануне обнародовал представитель ООН по гуманитарным вопросам Джон Гинг во время заседания Совета безопасности организации. При этом в районах боевых действий серьезно повреждена инфраструктура, ограничена подача воды и электричества. Только за последний месяц более 58 тысяч жителей покинули свои дома. Ранее в ООН сообщали, что за время событий на Донбассе беженцами и переселенцами стали 285 тысяч людей. Если Россия не хочет санкций, то должна прекратить поставки оружия и боевиков в Украину. Об этом заявила представитель госдепаша Дженнифер Псаки. По ее мнению, это стало бы наилучшим ответом на ограничения Запада, которые уже введены в отношения Москвы. Россия должна сделать выводы из сложившейся ситуации, считает Псаки. Однако пока Кремль продолжает наращивать свои силы на границе с Украиной. Несмотря на то, что точное количество войск сложно посчитать, уже сам этот факт провокационный и приводит к обострению ситуации, подчеркивает госдепи США. Украина огласит список санкций в отношении Российской Федерации 12 августа. Об этом сообщил правительственный уполномоченный по вопросам европейской интеграции Валерий Пятницкий. По его словам, в следующий вторник будут оглашены результаты работы комитета, который должен был составить список российских компаний, чиновников и политиков, спонсирующих терроризм в Украине. Минюсте заявили, что уже передали список российских компаний. Пятницкий напомнил, что подобные меры в отношении физических и юридических лиц из России ранее уже объявили США, ЕС, Япония и Швейцария. Поэтому Украина присоединяется к системе санкций в отношении Федерации, которые уже приняты международным сообществом. И только в совокупности эти санкции будут эффективными. В то же время правительственный уполномоченный подчеркнул, что Украина в настоящее время не намерена выходить из соглашения о зоне свободной торговли СНГ и разрывать какие-либо другие торговые соглашения с Российской Федерацией. Президент Казахстана призвал все стороны конфликта вокруг Украины сесть за стол переговоров. Но Русултан Назарбаев считает, что остановить кровопролитие можно только путем диалога. Он подчеркивает, казахстанцы искренне сопереживают трагедиям простых украинцев, которые сейчас происходят. Поэтому и заверяет сделать все возможное, чтобы помочь сторонам найти приемлемое решение. Президент Украины Петр Порошенко обратился к общественным организациям с просьбой выдвинуть кандидатов во вновь созданный Национальный совет реформ. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства. Общественные объединения имеют возможность до 11 августа подать в администрацию президента письмо-рекомендацию. Относительно своего кандидата. Его резюме введение стратегии развития Украины до 2020 года, мотивационное письмо и список публикаций и выступлений по предложенным реформам. С отобранными кандидатами администрация президента хочет провести консультации. И после этого принять решение о включении их в состав нацсовета реформ, консультативного совета реформ или отдельных команд экспертов. Ранее президент Украины Петр Порошенко приказал создать Национальный совет реформ, который займется внедрением единой политики реформирования Украины. И пока на этом все. Еще увидимся. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok